Первый вопрос, куда в следующем году пойдут средства пожертвований компании «Роснефть» в рамках социального сотрудничества с округом. Замена покрытия на стадионе, капитальный ремонт спортзала «Авангард», но большинство из 400 миллионов направят на школы. Устройство теплого перехода в средней школе номер 4, есть предписание на это, потому что у нас построен спортивный зал, как отдельное стоящее здание. Реконструкция объекта нежилого и строение гаража, здания мастерских средней школы номер 10. Капитальный ремонт нежилого здания средней школы номер 14. Также депутатам рассказали о том, как идет реализация ряда городских программ, развитие транспортной системы, защита населения от чрезвычайных ситуаций и развитие жилищной сферы. По последней выяснилось, что сроки по расселению балков продлены на уровне округа. С учетом того, что длительность процедур и сложность поиска жилья при обретении гражданам округа продлевают сроки исполнения данного программного мероприятия. В случае, как вы знаете, он был высекательным до конца 2019 года. Сейчас сносятся изменения по продлению, в том числе на 2020 год реализации данного мероприятия. Для аварийщиков и болочников самым важным станет изменение порядка формирования управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципалитета. Теперь жилье будет предоставляться договором Мены свое аварийное на новое муниципальное, а разницу выплачивать в рассрочку. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору Мены взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Новый порядок инициировали депутаты для ускорения решения проблем аварийщиков. Конечно, новая схема требует разъяснения. Стоимость аварийного жилия уйдет в зачет. То есть, это практически половина стоимости. Плюс гражданин от этой разницы оплачивают 10%, а оставшуюся сумму он может выплачивать в течение 5 лет. Когда был проведен анализ этих обращений, у нас сделано еще следующее, еще один шаг сделан. Собственник жилого помещения освобождается от уплаты первоначального взноса полностью. Новый порядок утвердят еще до заседания Думы подписным листом. Что конкретно означает принято решение для аварийщиков и болочников, смотрите в программе «Вечерний гость» в ближайшую пятницу. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Зай, для аварийщиков спасибо большое.